Полиспаст Полиспаст в переводе с греческого – это устройство, состоящее из многих блоков. Полиспасты позволяют получать заметный выигрыш в силе, разумеется, за счет такого же проигрыша в расстоянии. Перед вами простейший полиспаст. Он состоит из двух блоков – верхнего и нижнего. Через блоки перекинута веревка. Мы тянем за веревку и поднимаем груз. Верхний блок неподвижен. Он нужен для того, чтобы было удобно тянуть за веревку. А выигрыша в силе он не дает. А вот нижний блок подвижный. И именно он дает выигрыш в силе. Посмотрим на динамометры. Вес груза равен 8 единицам, а за веревку мы тянем силой чуть больше 4 единиц. Так что выигрыш в силе почти равен 2. Но теоретическое рассуждение показывает, что если бы блок и веревка были невесомыми, и не было бы трения, то мы получили бы выигрыш в силе в точности в 2 раза. Объясним, как возникает этот выигрыш в силе. Обозначим вес груза буквой F. Этот вес удерживается двумя веревками – правой и левой. Поэтому на каждую веревку приходится сила F пополам. Правая веревка переброшена через неподвижный блок. Поэтому и на неподвижном блоке уравновешиваются силы F пополам каждая. Значит, веревка из полиспаста вытягивается силой F пополам. Вот мы и получаем выигрыш в силе в 2 раза. Теперь найдем проигрыш в расстоянии. Допустим, что груз поднимается вверх на высоту A. Для этого надо выбрать два куска веревки длины A каждый. Веревка длины 2A вытягивается за неподвижный блок, и рука проходит расстояние 2A. Тем самым мы вдвое проигрываем в расстоянии. Перед вами другая конструкция полиспаста. Он состоит из двух подвижных и двух неподвижных блоков, объединенных в пары. Веревка поочередно охватывает подвижные и неподвижные блоки, и когда мы тянем за нее, подвижные блоки поднимаются вверх параллельно. Какой выигрыш в силе дает этот полиспаст? Вес груза распределяется одинаково на все 4 веревки, значит мы получаем выигрыш в силе в 4 раза. Если добавить еще одну пару блоков, то вес распределится на 6 веревок, и получится выигрыш в силе в 6 раз. И вообще, в таком полиспасте выигрыш в силе равен числу блоков. Выигрыш в силе в этом полиспасте равен 4. Теперь покажем, что и проигрыш в расстоянии тоже равен 4. Чтобы поднять груз на высоту А, надо выбрать 4 куска веревки длиной А каждой. Веревка длиной 4А вытягивается за неподвижный блок, и рука проходит расстояние 4А. Тем самым мы вчетверо проигрываем в расстоянии. Вот еще один полиспаст, состоящий из одного неподвижного и трех подвижных блоков, соединенных последовательно. Мы тянем за веревку. Веревка вытягивает вверх первый подвижный блок. Этот блок тянет за свою веревку. И вытягивает вверх второй блок. А второй блок через свою веревку тянет вверх третий блок, которому и подвешен груз. При этом, чем ниже находится блок, тем медленнее он движется. Обратите внимание, какое большое расстояние должна пройти рука, чтобы поднять груз на совсем небольшую высоту. Так что проигрыш в расстоянии здесь весьма значительен, хотя он и оборачивается заметным выигрышем в силе. Давайте посчитаем для этого полиспаста выигрыш в силе. Пусть груз тянет за нижний блок силой F. Эта сила распределяется поровну между двумя веревками, так что на каждую из них приходится сила F пополам. На следующем блоке сила F пополам уравновешивается двумя силами F на 4. На следующем блоке сила F на 4 уравновешивается двумя силами F на 8. Эта сила F на 8 передается по веревке через неподвижный блок, так что к свободному концу веревки тоже прикладывается сила F на 8. На каждой ступени выигрыш в силе равен 2. Поэтому выигрыш на трех ступенях это 2 в третьей степени, то есть 8. Для 4 ступеней выигрыш в силе был бы равен 16, для 5 ступеней 32 и так далее. А почему проигрыш в расстоянии в этом полиспасте тоже равен 8? Попробуйте разобраться самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok